Растут они у нас в Белоруссии, едят их все больше в краях заморских и деликатесами считают. Эти рогатые тихони – питомцы улиточной фермы ратов. Заправляют здесь Владимир и Виктория. Он в прошлом инженер, она окончила журфак. А сегодня оба для улиток и солнцем повелевают, и дождь вызывают, и еду добывают. Начинал для себя. Я для себя занимаюсь, потому что я такой человек, я перехожу к более здоровому питанию, и мне хотелось найти альтернативу. Я искал, думаю, я хотел такой товар, чтобы у меня он был под рукой постоянно, именно свое мясо, и чтобы не парился. И вот я начал ими заниматься. Чисто для себя, не для бизнеса. Сегодня Владимир с Викторией выращивают под три тонны ходового экспортного товара в год, и уже смело говорят о прибыли. Но чтобы стать на ноги, потребовалось несколько лет. А свою первую улитку Владимир нашел совершенно случайно, осматривая окрестности. Есть здесь неподалеку заброшенное панское подворье, останки дома и каменных хозпостроек. Вот этот самый пан Юзеф Кашица и завез в уголок белорусской земли самых деликатесных улиток откуда-то из Европы. А те взяли-то прижились и расплодились. Пана нет, особняков нет, а улитки все так же оставляют свой след на каменных стенах до тропинках близ деревушки Долгинова. Хозяин фермы признается, что сперва на него с улитками и сельчане, и чиновники смотрели как на дурачка. Улитки? Они же по забору ползают, мы же свиньям даем, курам. Какие улитки, вы что? Удивлялись, а потом, конечно, помогали. И сейчас помогают, мы сотрудничаем очень сильно, сейчас мы делаем бизнес-план. Я надеюсь, что у нас такой этап сейчас идет с местными органами власти, с администрацией для развития предпринимательства. Улитки только с виду медлительные и неприхотливые. На самом деле требуют заботы, ухода, полива и, конечно, регулярного питания. Не досмотришь, просто умрут. В солнечный день тихоходы спокойно и расслаблены, а вот в дождливую погоду начинают скрести по ограде. Требовать первое, второе и десерт. Если бы дождь, я знал, что еще сейчас будет, нам бы пришлось бы сейчас комбикорм осыпать. Потому что они, дай поесть, дай поесть. Я им яблок нанес, чук-чук-чук, они, фуф, нанес яблок, видите, там подкрызают. Вот эти все сонные, они уже поели. Икра улиток – самое дорогое блюдо. Наши фермеры из Долгинова создали свой фирменный рецепт засолки. В следующем году первые партии уйдут на стол гурманам. Икра, вот, это мы засаливаем, это очень деликатес. Полторы тысячи евро килограмм. Ого! Ну, чтобы вы понимали. В цене здесь все. По меду улиток очень хвалят рыбаки, на него отлично клюет карась. Наверное, кого-то смутят ползающие по лицу и телу моллюски. Но пользу улиток в косметологии уже давно оценили на Западе. Их слизь обладает регенерирующими антисептическими свойствами, содержит множество витаминов и гликолевую кислоту. Чтобы молодиться, заморские красотки готовы раскошелиться. Поэтому слизь улиток в будущем пойдет на экспорт. Володя с Викой признаются, готовить улиток в Беларуси пока что мало кто умеет. К тому же процесс этот трудоемкий. Допустим, первый день варка, второй день разделка-очистка, третий день уже сама варка в бульоне, четвертый день уже заделка в панцире. Это долго. Поэтому блюдо стоит не дешево. Это не бургер с колбаской. Даже у поедания улиток свой особый ритуал. Телекатес едят специальной, из Европы привезенной вилочкой. Съедают мясо, а затем запивают соусом из панциря. И непременно с ломтиком горячего хлеба. К осени у мирского замка заработает палатка Робковых, где туристы смогут отведать блюда из улиток. А там в планах и фермерское хозяйство расширить втрое.